Я ещё хочу проинвестировать такими вот случаями, притчами, да. Был такой Раби Шмелке. И вот пришёл к Раби Шмелке один нищий. А в доме у Раби не оказалось денег, потому что... Поэтому он дал нищему кольцо. Жена Раби Шмелке узнала об этом и начала укорять его за то, что он отдал какому-то случайному прохожему столь дорогую вещь с таким большим и ценным камнем. Тогда Раби Шмелке побежал, позвал нищего назад. И что сказал ему? Одно кольцо, да? И сказал ему, я только что узнал, что кольцо, которое я тебе дал, очень ценное. Так что смотри, не продавай его слишком дёшево. Говорил Раби Шмелке, бедняк даёт богатому больше, чем богач бедняку. Так что это богач нуждается, а не бедняк, да? И богач, который не помогает бедным, он ворует у них, потому что избыток богатства для того и дан, чтобы оказывать помощь. Хорошо. Вот ещё я нашёл про зависть. Давайте как вопросы и ответы еврейские. Вот вопрос такой. Бог спросил Каина, почему ты впал в уныние? Что же означают эти слова? Как Каин мог не быть подавлен тем, что Бог не принял его дар? Ответ. Бог спросил Каина, почему ты впал в уныние? От того, что я не принял твой дар, или от того, что я принял дар твоего брата? Пал в уныние, да, паниклое лицо, это синоним в пал в уныние. Хорошо. Значит, продолжаем наше размышление о добрых делах, о сдаке. И мы говорили, что нельзя давать в долг под проценты другому еврею, либо верующему другому верующему, а также возвращать в долг с процентами, за исключение тех случаев, да, когда есть естественное изменение курса. То, что дано. Да. И несколько таких вещей о гостеприимстве. Мы будем тоже подробнее освещать, но сейчас тоже. Оказать гостеприимство. Это значит предоставить путнику еду, питье, одежду, и затем проводить его дальше в путь. Итак, что такое гостеприимство? Да? Да, не просто человеку посадить там где-то, положить, то есть его в овале и спит, да? Вот, надо предоставить путнику еду, питье, одежду, а затем проводить его дальше в путь. У отца нашего Авраама, являвшись своими поступками классический образец митсвы гостеприимства, мы узнаем, как выполнять эту митсву. Первое. Не ждать, пока путник придет к тебе, а искать его и привезти к себе домой. Помните? Авраам сидел и увидел, что идут три человека. И что? Они подошли к нему, Авраам, нам негде переночевать, да? Или что? Он сам побежал первый к ним, да? Помните, даже будучи обрезанным, да, на второй, там, или на третий день после того, что это болезненная операция, в особенности в возрасте, если около ста лет вы появляете, на восьмой день это не проблема. Второе. Обеспечить гостя всем необходимым. Третье. Дать ему возможность отдохнуть с дороги. Ухаживать за гостем лично, даже если у тебя есть слуги. Помните, у Авраама много было слуг, да? Как вы думаете, богатый или бедный человек был Авраам? Очень богатый человек, да? Но он сам все побежал, сам все задержал, приготовил и так далее. Да, то есть первое, значит, не ждать, пока путник придет к тебе, а искать его и привезти к себе домой. Второе. Обеспечивать гостя всем необходимым. Третье. Дать ему возможность отдохнуть с дороги. Четвертое. Ухаживать за гостем лично, даже если у тебя есть слуги. И обращаться с ним так, словно ты ему слуга. То есть вы помните, то, что сделал Ешо, да? Омовение ног, это не повод тому, что устраивать омовение ног во всех церквях, правда? Это хорошо, когда мы делаем омовение ног, да? Но когда под это подводят какую-то духовную базу, типа такого, что если не помоешь ноги, да, и будешь иметь части со мной. То есть это абсолютно неправильно. Я еще раз говорю, да, есть вещи, которые называются галаха. И сама по себе галаха хорошо. Но когда мы придаем галахе то, чего в ней нету, да, это плохо. То есть, конечно, омывая ноги, мы смиряемся перед человеком. Но опять-таки, я говорю, надо смотреть, да, в каких условиях это возможно или невозможно делать. Но самое главное, можно мыть ноги всем и быть несмиренным человеком, да? Самое главное, это нужно быть смиренным. Так как Авраам был смирен, да, он был смирен как раб. И мы, когда проявляем гостепринство, мы как бы становимся рабом своего гостя. Рабом своего гостя. Ну, конечно, не надо, чтобы гость садился тебе на шею, и мы будем говорить, что к этому тоже есть определенные правила. Вот. Но даже если ты нет слуги, обращайся с ним так, словно ты ему слуга. Еще важный момент. Говорить и обещать мало, а делать много. Это хорошо при выполнении любой заповеди. Даня говорит, вот я тебе завтра принесу столько-то, столько-то, или я тебе... Я помню. Я все помню. Это был 2000-й, по-моему, или 2001-й год. Когда я поломал ногу. И один человек мне сказал, я тебе принесу творог. Творог, знаете, необходим. Я еще в больнице лежал, сказал, я тебе принесу творог. До сих пор несет. 10 лет прошло. А я помню. Я простил, но я помню. Я говорю, я простил, но я помню. Отпустите его, и вылая, да? А то он зылает и зылает, и всех покусает. Ну, хорошо. Понимаете, чем я делаю? Никогда ничего не обещать, я сделаю. Вот, хорошо. Говорите, обещать мало, а делать много. Объяснить всем своим домочадцам важность выполнения этой мисли. То есть, не только ты, но и твои домочадцы должны это понимать. Ну, понятно, что в наше время гостя меньше подстерегают на дороге опасности, как это было когда-то. Но, все-таки, желательно, когда еще хозяин сопровождает гостя хотя бы небольшую часть пути и служит его проводником. Вы помните, что был такой обычай, что если дороги были опасные, да, ты должен был, обязан сопровождать гостя хотя бы до середины дороги, да? Вот когда между двумя городами находили труп убитого человека на дороге, да? И смотрели, к какому городу он ближе находился, да? Если он находился ближе к этому городу, то старейшины этого города, хотя и вообще этого человека даже не видели, да, не несли ответственность за это. Ну, был специальный ритуал, омовение рук и так далее. То есть, есть определенные обязанности. И битва навещать больных, мы говорили, она касается любого человека, независимо от того, богатый или бедный, родня он тебе или нет, да? Бедного навещать нужно, а богатого тоже нужно, да? И вы помните, говорю, Ешуа, что все вот эти заповеди, да, они что, помните, разделят на козлов, да, и кого? И овец, да? Людей. Хорошо, это там говорится и об индивидуальных людях, и о народах, которые оказали или не оказали милость евреям. Чтобы вы поняли, тут есть, будет судить народы, да, в одном месте, а в другом просто сказано, что будет судить и поставит. Хорошо. Итак, навещать больных, да, каждый обязан, независимо от их и твоего положения в обществе. Навещать больных следует несколько раз, но не слишком часто, потому что в зависимости от того, насколько этот человек болен, да? Вот, если это не причиняет, неудобствует больному. А если причиняет, то нужно сделать так, чтобы это было потом, когда чуть легче станет больному. Мы потом будем говорить отдельно о митсве. Митсва навещать больных состоит из трех основных частей. Обеспечить ему должный уход. Три части, да? Обеспечить ему должный уход. Второе. Успокоить и приободрить его. И третье. Молиться за его исцеление. А то некоторые... Вот, моя бабушка тоже страдала вот этим, да, и от этого померла. Он успокаивает. Хорошо. Если мы говорим о женихах и невесте, то человек обязан доставить радость жениху и невесте, даже если, помните, для этого нужно солгать. Правда? Вот. И помочь обеспечить их всем необходимым, чтобы они могли жениться и выйти замуж. Надо принимать участие в свадебном процессе, сопровождающей жениха и невесту к купе. Вот вы заметили, что интересно даже, если вы смотрели индийские фильмы, насколько еврейская культура, она в Индию, да, вошла, что они тоже, там у них тоже купа есть. И тоже они обходят, там их связывают цветами, они обходят вокруг купы. Помните, кто смотрел индийские фильмы и видел, да? Вот. То есть, тоже видно, от этого, от евреев произошло. Хорошо. И даже изучение Торы можно отложить ради выполнения этой митсу. Если кто-то умирает, а в это время какое-то увеселительное мероприятие, пусть даже умирает не твой родственник. Ну, городок небольшой, да, нужно что делать? Желательно, чтобы, пока покойник есть непогребенный, да, чтобы в это время в веселых каких-то мероприятий не было. Вот. Хорошо. Значит, в отношении... Когда кто-то умирает, жителям города запрещено заниматься своими обязанностями до тех пор, пока мертвого не похоронят. Но если похоронами уже занимаются, можно продолжать свою работу. В отношении мертвых митсу предусмотрено следующее. Бдение и зажигание поминальной свечи, перенос тела, омовение, одевание тела, в саван, сопровождение на кладбище и погребение. Это, понимаете, не знает, как это, отчитка называется, или что, как хамабрут там, бдел. Хома, хома, он та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И читают, а вокруг бегают. И, наконец, приходят эти бесовские рави. Я тоже, как утром, встаю обычно, морда у меня пропухшая. Ну, потому что у меня почки больные, ну, вы знаете. Отеки. Иногда прихожу и говорю своим ученикам. Разлепите мне очки. Да. Ну, хорошо. То есть, это не это имеется в виду. Но нужны определенные почтения, да. Сожигание поминальной свечи. Нер-не-шама называется, да. Свеча души. Это очень хороший символ. И вообще, свечи вот эти все, это произошли, откуда, вы думаете? Это евреевы, правда? Православные скопировали многие обычаи евреев. Значит, ученик, который пришел к Ишову и сказал, позволь похоронить отца, отец не был мертв. Скорее всего, да. Скорее всего, отец был, может быть, болен, либо при смерти, и он должен был подождать какое-то время. Я думаю, да. Он говорил скорее о своем исследовании. Да, да, видимо, именно об этом говорил, да. Хорошо. Итак. Хорошо. Дальше, что еще нужно? Перенос тела, омовение, одевание тела в саван и сопровождение на кладбище и погребение. Даже там, где есть похоронное бюро, надо выполнить митсу, заботы о мертвых и принимать участие в похоронной процессе. Также заповедь навещать и утешать тех, в чьем доме траур. При этом нельзя произносить слов утешения и сочувствия, если нет уверенности, что скорбящий в них нуждается. Не следует ставить людей в неловкое положение. Да? Вы знаете, часто наши слова бывают формальными, да? То есть нужно думать, нужно размышлять, как правильно все, что говорить. Долг утешать скорбящих вытекает из долга навещать больных. Утешение скорбящих есть благодеяние в отношении живых и мертвых. Вы помните этот принцип, да? У Бога мертвых нет, да? Если ты оказываешь почтение живому, ты оказываешь почтение мертвому. Я опять не говорю о языческих каких-то обычаях. Ну, хотя некоторые вещи, что делает еврея, они похожи, да? Но духовный принцип совершенно другой. Духовный принцип совершенно другой. Человек должен искать мира, добиваться мира и мирить тех, кто в ссоре. Классическим образцом миротворца и наставника являлся Аарон. Помните, говорят, что Аарон мирил людей. И Аарон бросал все дела, чтобы помирить находящихся в ссоре. Ищи мира и добивайся его. А также заповедь «Веди его к Тори». То есть влиять на человека, вести его под сень шахины. Аарон шел в дом, где обитатели не знали шма и обучал их этой молитве, например. Обучал он тех, кто не умел изучать Тору. Такова обязанность тех, кто знает Тору, обучать не знающих ее. Если человек умирает, и мы ему не говорим о Боге, то мы тоже убийцы. Правда? Мы не должны ему говорить, ты сразу должен покаяться, а то Бог тебя докажет, пойдешь в ад. Но объяснить человеку, что у него есть шанс получить место в будущем мире и прочесть шма. Видите, я еще раз говорю. Не такое зависит, что тот, кто прочтет шма, тот упадет в рай. А тот, кто не прочтет шма. Если человек отказался, прочесть шма именно по каким-то причинам гордыни своей, то это проблема его гордыни. Но шма, молитва, это молитва смирения перед Богом. Это признание Бога своим царем. И это очень хорошая традиция чтения шма. Если человек умирает или если человек находится в опасности, и мы должны научить эту молитву. Я как-то смотрел такой фильм, ну такой фантастический, что там типа прилетели инопланетяне. У меня момент этот понравился. Инопланетяне бомбят Нью-Йорк, а эти ребята сидят в бомбоубежище. И там между ними сидит еврей. Говорит, значит, что же нам делать? Мы не знаем, да, как молиться. А тот говорит, ну давайте будем читать шма Израиль. Ну, он говорит, этот человек, ну я не еврей. Ну и что, говорит, среди нас совершенных нет. Никто из нас не совершенен. Естественно. Это хорошо и евреи, и не евреи. Уберите, что последние твои слова были возвеличивающие Бога. Правда? Хорошо. Заповедь изучать Тор, одновременно заповеди обучать Торе. Еще некоторые вещи. Видите, когда мы говорим о сдаке, сдака и милостыня, это не совсем одно и то же понятие, да? Милостыня, ну вот нам жалко стало этого человека, да? И мы ему дали милостыню. Сдака, когда мы говорим, это заповедь. Правда? Это заповедь. Поэтому, если у человека есть кто-то нуждающийся, и он видит, что он нуждается, он обязан ему помочь. Видите, во экран. Если обеднеет брат твой, и придет упадок у тебя, а буквально там написано, у него опустятся руки, да? Если у человека опустятся руки, то подержи его, пришелец он или поселенец, и будет он жить с тобой. И бери с него лихвы и роста, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобой, серебра своего не давая ему в рост, и за лихву не отдавай ему хлеба твоего. Видите? По поводу слов, у него опустятся руки, раввинистический комментарий гласит, что нельзя позволять человеку впадать в нищету. Вы знаете, многие люди, вот бедные, и мы увидим, что есть бедные люди, но он ходит, в доме у него бедно, но он ухаживает за домом. Вообще, если вы в какой-то дом приходите, да, и хотите посмотреть, что за человек в нем живет, что вы должны смотреть на мебель, на стены, вот так вот, по-простому, да? Зайдите в туалет. Начните смотр с туалета. Пусть даже старый унитаз будет, да? Но если там чистенько, значит, видно, что у человека еще руки не опустились. Правда? Поэтому есть бедный, который бедно одевается, но у них заплаточки там, но чистенько все, да, а есть бедный, он еще может что-то делать, просто у него уже сил нету. Ну, не надо такого человека тоже осуждать, правда? А что нужно сделать? Да, помочь ему, и даже словами его подбодрить, и так далее. Вот, естественно. Вот поэтому по поводу опустятся руки. Можно провести аналогию с тяжело навьюченным ослом. Пока еще он стоит, кто-нибудь может взять и повезти его. Но если он уже упал, пять сильных мужчин не могут его поднять. Что касается предписания, не будешь брать процент с суды, библейский закон запрещает брать процент с любой суды. Помните, что древние евреи занимались сельским хозяйством, да? А потом они дали заниматься бизнесом. Поэтому считается так. Сейчас делают специальные юридические фикции всяческие, чтобы это обойти. Я считаю так, и многие равенны тоже так считают. С чего надо брать процент? С какой суды надо брать процент? Если человек хочет, например, расширить производство, да? В таком случае, беря процент, ты как бы его становишься компаньоном, соучастником в этом, да? Но если человек беден, и нужно взять в суду для того, чтобы отдать долги, да? Или то, что для того, чтобы жить, то в таком случае процента ни в коем случае нельзя брать. Ну, я так считаю, такой критерий. Согласны со мной? Вот. Хорошо. И поэтому есть такие беспроцентные суды. Гемах называется. Гемах на иврите. Они позволяют бедным людям, не желающим получать постоянное пособие, брать деньги в долг без процента. Гемах. Гемах. И еврейский принцип благотолительности, он как бы двойственный. Один обращен к бедным и требует испробовать все возможности до того, как он просит помощи, а другой касается богатых и настаивает на щедрости. Помните, мы говорили, что есть определенные для богатых и для бедных заповеди. Вот. Помните, пусть, да? Попросите на улице дать освежевать тушу животного, но не говорите, помогите мне, я ученый, и эта работа не достойна меня. Лавилонский талмуд Бао Батор. Я вам об этом говорил. Пусть ваша субботная трапеза будет проста, как будничная, но не просите помощи. И помните, тоже я говорил, если в субботу человек вынужден работать, да, это лучше, чем он будет побираться. Кто не может выжить без милости, как старики, больные и другие страждущие, но упрямо отказывается ее принять, виновен самоуничтожение. Если бедный человек не может работать и нуждается в помощи, и из гордости отказывается от этой помощи, то что говорит еврейская мудрость? Это человек самоубийца, да, виновен в самоуничтожении. Но если кто откладывает принятие помощи и живет в нужде, чтобы не быть обузой для общины, пусть делает это так, чтобы дать возможность помочь другим. В Вильню в 19 веке один богач потерял все свое состояние. Он так стыдился этого, что не рассказал никому о своем положении и, в конце концов, умер от истощения. Рабе Исраэль Салантер, помните, мы говорили, да, это раб, который жил во второй половине 19 века, утешал полных стыда горожан. Этот человек умер не от голода, а от своей гордости. Если бы он хотел попросить помощи и признать свое положение, он бы не умер. И, помните, в Иллонский талмуд, даже человек, живущий за счет благотворительности, должен подавать бедным. И благотворительность равна всем остальным заповедям вместе взятых. Есть такое тоже мнение. Тот, кто дает милостыню тайно, более велик, чем Моисей. Хасидский Рэбби, известный как Ляовер, учил, если человек приходит к вам за помощью, а вы говорите, Бог подаст, вы поступаете против Господа. Ибо Он послал вас, чтобы помочь нуждающийся, а вы отправляете бедняка обратно к Всевышнему. Рэбби Шмелкет, тоже мы о нем говорили, он умер в 1778 году, сказал, «Когда бедняк просит помощи, не используйте его ошибки, как повод, чтобы не подать, потому что тогда Господь начнет искать ошибки у вас». То есть, вот я не подам, потому что он пьяница, да? Тогда Бог какие-то найдет у вас тоже ошибки, правда? И я уверен, что Он найдет их немало. «Если человек закрывает глаза, чтобы не подать бедному, это сравнимо с идолопоклонством». Уилландский Талмуд Ктубот. Хефец Хаим, да, Хефец Хаим, его даже прозвище такое, «Желающий доброй жизни», да? Он говорил так, «Не делайте пример богов серебряных и богов золотых, не делайте себе исход 20-23». То есть, не превращайте золото и серебро в свое божество. Когда арабий Егоша бен Леви приехал в Рим, он увидел мраморные колонны, обетнутый бархат, чтобы они не потрескались и не застыли от холода. А еще он видел бедняка на тонкой тростниковой подстилке, укрытого лишь тростниковым покрывалом. И Вавилонский Талмуд еще говорит, что мы должны помогать бедным, неевреям, так же, как и бедным из народа Израиля. Как давать милостыню? Шурхана Ру говорит, хорошо всегда подавать милостыню перед молитвой. Это как подготовка нашего сердца к молитве, правда? Некоторые люди спешат в синагогу, другие спешат занять свое место, отталкивают, кричат, это мое место, а не твое, да? И так далее. Ну, разные такие случаи есть. И как вы думаете, Бог услышит их молитву после этого, да? Вот поэтому принято. И для того, чтобы не видели, кто сколько сдает, и человеку не было стыдно, дает и не сдает. Видите, в христианских церквях обычно там корзинку проносят, еще чтобы видно было в этой корзинке, что он тогда положил, да? Но в еврейских, и у нас это есть, есть коробочка для сдаки, да? И человек ложит, сколько он ложит, никто не видит, а если никто не положил, если кто-то там следит и думает, положил этот человек или не положил, да? А вдруг он положил больше меня, а я должен еще больше его положить, да? Вот. Тоже, видите, разные возникают. Просто в таком случае проблем нет. Поэтому, в принципе, исходя из этого принципа, когда лучше сдоху сдавать в коробочку? До служения или после служения? До служения. Ну, это не правило, я бы сейчас говорю. Но исходя из этого, тот, кто дает тысячу слитков серебра хорошему человеку, не так щедр, как давший одну слитку в тысяче разных случаев. И еще достоинство поста в раздаче милостыния. Это вавилонский талмуд, бракот. И это есть основание, вы знаете, в Танахе, да? Исайя 58 глава, которая говорит о посте. Вы ее прощаете потом. И она, видите, напрямую связывает пост. Да? С чем? Да, с делами милосердия. Так, сколько должен жертвовать? Значит, в идеале каждый должен отдавать 10% своего дохода. Хотя еврейский закон требует большего. Почему основывается 10%? Потому что, говорится, десятина бедного, да? То есть, десятина бедного, это не относится к той десятине, которую вы даете церковь. Вы должны давать десятину? Да. Вы должны, но это веление вашего сердца. Никто не имеет права с вас требовать десятину. И те церкви или организации, которые даже требуют справки от ваших доходов, да? Правильно ли вы, неправильно сдаете десятину? Они нарушают законы. Они нарушают и божьи законы, и законы государства, в частности государства Украины. Чтобы вы поняли. Ни из кого нельзя требовать. Но дача или не дача десятины, да? Зависит наше благословение. Благословение, которое мы получаем от Господа. Но желающий жертвовать не должен отдавать больше пятой доли всех своих доходов. А то и сам станет нуждаться в подаянии. Вавилонский талмуд тубот. То есть, минимум сколько? Десять. Максимум одна пятая, то есть 20%. Да? Это сделано для того, чтобы люди, это опять-таки ограда, да? В принципе, вы можете давать сколько хотите. Но, чтобы вы сами не обеднели от этой десятины. И чтобы не было потом жалко. Правда? Вот. Хорошо. Если собрать все страдания и боль земли на одну чашу весов, а бедность положить на другую, то бедность перевесит. Еврейское право никогда не находило ничего дурного в накоплении богатства, если совершалось честным путем. Но всякий беспечный человек должен жертвовать на благотворительность. Еще такой вопрос. А что же делать, если мы думаем, что попрошайки и мошенники, да? Вы помните, что так как еврейское понимание с доки немножко другое, то вы такие шнорель. Да? Люди, которые специально ходили по богатым домам и собирали, да, в особенности перед еврейскими праздниками деньги, да? И тот говорит, ну, знаешь, я, говорит, там тебе давал всегда 20 долларов, а сейчас не могу, я тебе дам только 10 долларов, потому что моя дочь поступает в институт, да? Говорит, хорошо, я возьму тебе 10 долларов, но в следующий раз ты мне дашь 30 долларов. Да, вот шнорель, это а слово шнорхель, это шнорхель, это хобот, а шнобель, это нос. Вот такой человек шнорель ходит, как шнорхель, хобот, и все в тебя втягивает. Но все равно даже попросайки, мошенники, надо определенный иметь понимание этого вопроса. Видите, что же мы по этому поводу можем сказать? Какие есть причины, которые не дают нам возможности выполнить эту заповедь? Первая причина это скупость. человеку трудно дать от своего имущества другому. И этому человеку приходится пересиливать себя всякий раз, когда он дает пожертвование. Один человек должен был дать сколько он хотел 100 долларов, а он дал 90, потому что говорит, господи, ну ты же все равно десятину возьмешь, да? Так вот, пусть я ему дам хоть 90. Знаете, слышали такие анекдоты такого типа? Вот скупость, скупость. Один человек закрывал свою руку и не додавал нищим. И габаи вышли собирать деньги. Кто такой габаи? Это помните служащие синагоги, занимающиеся финансовыми различными делами. Габаи. Вот когда говорится, что Ишуа пошел к начальнику синагоги, да? Точно начальника синагоги была. Это кто был равен? Это был габаи, да? То есть администратор синагоги, они занимаются финансовыми делами. И вот габаи вышли собирать деньги на очень важное дело и зашли к этому скупцу. Он их любезно принял и объяснил, что не может дать деньги, потому что у него есть бедный и несчастный брат. Габаи удовлетворились этим объяснением и ушли. А через несколько дней к габаям опять приходит помощь тот самый брат, о котором мы говорили пошли к богачу. Но тот ответил, да, я сказал правду. Вот мой брат, плоть и кровь моя, беден и несчастен, а я ничего ему не даю. Так неужели я дам другим людям? Да? Вот такая жадость. Вторая причина, то, что богатый, не понимая, что значит нужда, не может оценить, насколько тяжело положение бедняка. Помните, я вам говорил сочинение? Да, бедные, если они были такие бедные, бедные, да? Хорошо, то есть люди скупятся тратить на благотворительность, не понимая, насколько человек нуждается. Человек милосердный творит благо душе своей, а жестокий разрушает свою плоть, сказано Мишлей 11, 17, Мишлей причин. То есть тот, кто богат и не дает, сам умышляет свою плоть. Он скупится по отношению к самому себе. И это плохой человек. Один богач пришел к Магиду из Козинцы. Что ты обычно ешь? спросил его Магид. Я довольствуюсь малым, сказал богач, потому что думал, что это понравится Магиду. Что это тебе вздумалось? прикрикнул на него Магид. Ты должен есть жаркое, запивать медом, как все богачи. И он и оставил его, пока тут не пообещал, что впредь будет питаться именно так. Потом спросили у Магида его хасиды, почему он так странно разговаривал с богачом? «Только если он будет есть мясо, ответил Магид, он поймет, что бедняку нужен хлеб, а если он будет есть хлеб, то подумает, что бедняк может есть камни». есть две женщины, как они подают знаку бедным? Одна говорит, мы вчера раков варили и бульон от раков дали бедным. Друга говорит, а мы вчера яйца варили, в смысле крутые, и бульон от яиц дали бедным. Ну, шутка такая. Да, раков, конечно, явления не едят, но это шутка. Мы видим, что нельзя говорить и думать, что если человек бедный, он мошенник, и это причина для наших всяких вещей. Вот раб Хинина, однажды у него посылал бедняку определенную сумму, значительную сумму денег перед шабатом. Однажды он попросил женщину отнести деньги. Ну, про раков я пошутил, это шутка христианская, ну, тоже похожа, да, христианская, конечно, не еврейская. И вот один рабе давал бедняку перед шабатом определенную сумму денег. И жена пошла отнести деньги, вернулась и сказала, что человек в этом не нуждается. Что ты там увидела, спросил рабе Хидина. Она ответила, я слышала, как его спросили, будет ли задушен золотой или серебряной посуде. Хороший бедняк. Вы поняли, да? Я вижу, что кто-то разговаривает, я вообще-то не люблю деньги отвлекать, да? Значит, один равен давал одному бедняку значительную сумму денег, да? Но так как он не смог сам прийти, он послал жену. Жена пришла домой к этому бедняку и услышала, что бедняку жена говорит, ты сегодня будешь есть на золотой или на серебряной посуде, да? Из-за таких случаев ответил Раби Хидина, Раби Элизар бен Падат сказал, мы должны быть благодарны мошенникам среди попрошаек. Если бы не они, мы грешили бы целыми днями, потому что не помогали каждому, кто просит. Хотя этот человек действительно был мошенник и имел золотую и серебряную посуду, еще и выбор из этого, то Раби Хидина сказал, что Раби Элизар бен Падат сказал, мы должны быть благодарны мошенникам среди попрошаек. Если бы не они, мы грешили бы целыми днями. То есть, если бы мы думали, что этот человек мошенник, да? И по этой причине не давали ему. Мы не знаем, мошенник он или мошенник, правда? Что мы будем тогда делать? Грешить, да? То есть, будем благодарны мошенникам, потому что все равно даем и мошенникам, и не мошенникам. Раби Хаим из Санца умер в 1786 году говорил, достоинство благотворительности так велико, что я рад подать ста просящим, даже если хотя бы один действительно в этом нуждается. Некоторые люди ведут себя наоборот, они не могут подать ста просящим, даже если лишь один из них мошенник. Если сто просящих и только один из них нуждающийся, то что? Лучше подать, чем если будет сто просящих, 99 нуждающихся и один мошенник. Если не подаем, даже потому что один мошенник, то мы тем самым обижаем всех остальных нуждающихся. Вавилонский Талмуд учит так, не обязательно давать по прошайке большую сумму. Надо дать хотя бы хоть что-нибудь. Маймониджи считает, что если человек не дает ничего, он должен по крайней мере сказать что-нибудь ободряющее. А также есть такое понимание. Вавилонский Талмуд Бава Батра. Когда бедняк говорит дай мне одежду, можно узнать мошенник Леон. Когда же говорит дай мне еду, не нужно ничего выяснять, чтобы он не умер с голода, пока вы будете проводить расследование. Ну, одежда это менее важная вещь, чем еда, правда? Но если вы будете думать, голодный этот человек, не голодный, то он скорее умрет с голоду. Нищий как-то пришел в Ковно и собрал большую сумму денег, Ковно, Ковно, теперь, у жителей города. Горожане обнаружили, что это был обман. На самом деле человек оказался богачом. Муниципалитет хотел издать указ, запрещающий нищим приходить в город и попрошайничать. Тогда раби Ицхак Аль-Ханан Спектр Равин Ковно, услышав об этом указе, он пришел в муниципалитет и просил слова. Кто обманул вас, богач или нищий, спросил он. Это был богач, притворяющий нищим. Вот запретите в своем указе богачам просить подаяния, а нищих оставьте в покое. Другое рассуждение говорят, ну, есть же бедные и богатые. Почему же он бедный? Бедный был дурной, бедный был ленивый, да, и так далее. И разве бедняк беден не по воле Божьей? Раби Мейер говорил, критик иудаизма может задать вам вопрос, если твой Бог любит бедных, то почему он им не поможет? Скажи ему, потому что через них мы спасемся от наказания после смерти. Этот вопрос был задан Турнусуфу, римским прокуратором иудеи, Раби Акиви. Вот Турнусуф, который был римским прокуратором, задал вопрос Раби Акиви. Если твой Бог любит бедных, то почему он им не поможет? Раби ответил, через них мы спасемся после смерти. Наоборот, сказал Турнусуф, «Из-за этого вы будете осуждены после смерти». Представь себе, Кесарь разозлился на свою слугу, посадил ее в тюрьму и приказал, чтобы ее не кормили, не поили, а люди приходили к нему и давали ему еду и питье. Если бы Кесарь об этом услышал, разве не разнялся бы он над людей? Тогда Раби Акиви ответил «А я тебе тоже расскажу плечо». Представь себе, что Кесарь разозлился на своего сына, посадил ее в тюрьму и приказал не кормить и не поить, а кто-то все равно принес ему еду и питье. Разве Кесарь не пошлет тому человеку богатый подарок? Вы помните, что самый разнесчастный и нищий он есть образ и подобие Бога? То есть, можно сказать, что он сын Божий? Не в теологическом смысле, а в простом смысле. Да? Все мы боги. Маленькие буквы, помните, сказано об этом и в Новом Завете. Почему? Потому что мы по образу и подобию Божию. И если запретил царь кормить своего сына, а кто-то его накормил, разве в этом плохо? Правда? И есть определенные охранные достоинства бедные. Все мы должны помнить, что бедность это неизбежное зло. То есть, Бог допускает зло на этой земле. Но для чего он допускает? Для нас, да? Для нашего совершенства. Ибо не переведется нуждающийся на земле. Поэтому я повелеваю тебя, говоря, раскрыть должен ты руку брату своему. Дворим 15 глава 7-8 стих. И сказал рабе Егошуа бенхананя, бедняк дает больше богачу, принимая милости, чем богач бедняку. Богач бедняку. Хорошо. Рабе Ния советовал своей жене, когда бедняк подойдет к твоей двери, дай ему скорее поесть, чтобы через много лет кто-нибудь дал поесть твоим детям. Она ответила, ты излазишь с наших детей предположением, что они могут стать нищими. Но рабе возразил, фортуна всегда может повернуться к тебе спиной. Помните, говорит, русская пословица от сумы и от тюрьмы никогда не отрекается, правда? Мы не знаем, что может быть с нами. И у сефарских евреев был такой обычай. Они кормили нищих за столом. И когда хозяин умирал, ему гроб делали из досок именно этого стола. То есть это единственное, что мог взять на тот свет так символически. Ревен, честный человек, попросил Шимана одолжить его денег. Шиман без колебаний согласился, но сказал, я дарю тебе эти деньги, можешь их не отдавать. Ревен был смущен и больше никогда не просил Шимана о суде. Ясно, что лучше бы Шиман не делал такого подарка. Мы часто, мы можем, когда давать деньги, думать о том, что ты можешь эти деньги не отдавать, да? Но если ты скажешь человеку, что ты можешь отдать, тогда, когда у тебя будет возможность, да? Это лучше, чем если сказать, я вообще тебе даю, чтобы ты меня никогда не возвращал. Потому что тогда человек будет стесняться попросить второй раз, правда? То есть, вот видите, какие удивительные, какие тонкости еврейской этики, которые так уважают любого человека, правда? Вот. И еще прагматические причины для самых бесчувственных, чтобы давать милости. Мишлей 10, дров 2, добродетель избавляет от смерти. Она избавляет от смерти того человека, которому дается, да, и того, который дает. Опять-таки говорю, из-за того, что смирение рождается, правда? Да, хорошо. Если человек говорит, я, да кто-то мне не пять минут не показывал, я зависиваю от этого компьютера. Если мне покажут, да, что пять минут, зовите тогда того человека, кто записывает. Сейчас вот все наши споры, разговоры, все это записывается. Потом придется вырезать, да. если человек говорит, я отдам эту монету бедным, чтобы мой ребенок жил счастливо, или чтобы я попал на небеса, то что, правильно это или нет? Или это попытка дать взятку Богу? Мы должны давать, и мотивом нашим должно, что быть? Любовь, да, любовь Богу и человеку, который есть его образ и подобие. Так, ну что, перерыв, да, вот теперь говорят перерыв. ПЕСНЯ Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова